У птиц полые кости, что облегчает их вес. Верное утверждение. Опять догадайтесь двух раз. А у всех здесь присутствующих в зале, кости полые или не полые? Не полые. Конечно, полые, разумеется. Только полости в скелете всех остальных существ чем заполнены? Красным и желтым костным мозгом. Абсолютно верно. Две разные ткани, одинаковые биологически необходимые. Красный костный мозг – это просто главная крылетворная система. В нем рождаются клетки крови. А желтый костный мозг – это аварийный энергозапас. Вот на самый-самый-самый последний раз последний случай. Когда истощение полное, а работу сердца, дыхание, почек и так далее все-таки надо на чем-то поддерживать. Только в этом случае будет расходоваться этот энергозапас. Хорошо. У нас кости, конечно, полые, но эти полости заполнены тканями. А у птиц чем заполнены, как думаете? Воздушными мешками. Воздушными мешками. Дима, барышня, вы абсолютно правы. Только у меня возникает такой вопрос. А откуда, интересно, внутри тела может взяться воздух? Воздушные мешки, значит, в мешке заполнены воздух. Скажите, пожалуйста, а воздух – это вообще хорошая среда для жизни клеток? Вот какая среда для жизни клеток лучше? Водная среда или воздушная? Воздушная. Ребята, воздушная среда не просто плохая, она абсолютно смертельная. Любая живая клетка на воздухе за 7 секунд погибает. Абсолютно любое исключение не бывает. Причина очень простая. Клетка покрытая, любая клетка, вовсе никакой не клеточной стенкой. Для того, чтобы грамотно ответить на этот вопрос, скажите мне, чем покрыто тело средневекового рыцаря? Тело средневекового рыцаря покрыто кожей, а доспехи одеты на тело. Разницу понимаете? Так вот, каждая клетка покрыта мембраной, а клеточная стенка – это то, что может быть одет сверху или не одет. Вот у нас уже, в основном, клеточных стенок не бывает. В растении у грибов обязательно есть, а бактерии обязательно есть. Так? Но это не часть клетки, это ее одежда. Потому что одета сверху, в кутлер. Хорошо. А теперь, а вот сама клеточная мембрана, то есть настоящая кожа клетки, не может удержать волос. Малекулы воды ее просто не замечают. Так они совершенно спокойно уйдут сквозь мембрану. Хочешь в одну сторону, хочешь в другую. Здесь у нас клетка находится в воде. Может ли часть воды выйти из цитоплазма во внешний слюбок? Может. А обратно войти может? Да. Проблем нет. Ну, на простом уровне, во всяком случае, проблем нет. А теперь вынули клетку на воздух. Выйти от малекул воды из клетки могут спать мембрану? Могут. Вернуться обратно могут? Нет. Открыть. А потому что мы в воде взрывы. Ребята, вот здесь воздух. Что будет с той водой, которая вышла? Она испарится. Она просто спокойно испарится. Так? Будет ли кому возвращаться? Нет. Через 7 секунд. Отчего погибнет на воздухе любая жизнь? От полного высыхания. Полная потеря воды и все прилетит. Поэтому абсолютно все наземные существа, для того, чтобы приспособиться к наземному обитанию, в первую очередь решают задачу защиты от воздуха. Так? И у нас с вами, разумеется, тело очень надежно от воздуха защищено. Кожа ваша, на поверхности кожи. Ни одной живой клетки. Я уж не говорю о том, что волосы и ногти в принципе не живой структуры. Так? Единственное место, где живые клетки выходят на поверхность тела, это раковицы глаза. Раковицы глаза, конечно, живая. Вопрос, почему клетки не гибли? Да? А это кислород прямо в воздухе? Причем здесь кислород? Немально. Немально. Ребята, у всех наземных животных, есть слезные железы. У рыб слезные железы нет, они просто не нужны. По естественным причинам. Но если вылезли на воздух, поверхность глаза должна постоянно увлажняться. Тело теряет воду, для того, чтобы оставить живые клетки в контакте с воздухом. Не путайте никогда кислород и воздух. Мягко говоря, не одно и то же. И проблемы кислорода в данном случае, но просто совсем не важны. Важна проблема высыхания. Совсем другая проблема. Теперь вопрос. Ясно, что дыхательная система – это единственная система, куда разрешено входить воздухом. Вопрос, почему не умирают клетки легких, тросеи, бронх и так далее. Ведь там же воздух. В организме это между клетками. Я согласен, мягко говоря, влажно, потому что там просто жидкость. А вот в просвете бронха, почему влажно? Ну, вы же сделали вдох уличного воздуха, а уличный воздух сухой. И он попал к вам в легкие. Почему при этом не умерли клетки легких? Потому что он как-то увлажняется. Прошу. Как увлажнился? Слизь. Слизь-то жирно. В современной городской культуре манерная барышня к слову «слись» относится вот так Фу, противно, не говорите мне. Ребята, средства из системы защиты настолько важны, что не дай бог с ними что-нибудь случится у человека. Мало того, что вы, конечно, поглядите, смерть еще будет настолько неприятной, насколько это бывает. Пищеварительная, половая, выделительная и дыхательная системы не разрушают сами себя только потому, что в стенках находятся железы, выделяющие слизь, и слизь образует жидкостный барьер, не дающий клеткам погибания. Почему именно слизь? Представьте, вот в этом углу я пролил стакан чая, а в том углу стакан киселя. Какая лужа высохнет быстрее? Чай. Слизь высыхает медленнее. Если бы клетка выделяла чистую воду, мы бы никогда не смогли поселиться где-нибудь вдалеке от водоема. Потому что сколько воды бы мы все время тратили? Нам все время надо было бы пить, постоянно пить, пить, пить. А так, поскольку слизь испаряется в разы медленнее, чем чистая вода, позвоночные смогли освоить вполне себе засушливые места, не бедая каждый раз от ближайшего мира. Так и вопрос, если в кости птицы вырастают воздушные мешки, а они таки туда вырастают, то это вырасты каких органов тела птицы? Это вырасты легких. У птиц совершенно безумная система дыхания. Дело в том, что у птиц самые совершенно легкие из всех наследия. И вот как по-вашему? Вы вдохнули воздух, в выдыхаемом воздухе Кислорода осталось столько же, сколько было на старте? Нет, нет. А ваше тело весь кислород использовал? Нет, нет. А как по-вашему, сколько процентов? Вкусно. Наши легкие, у нас очень хорошие легкие, примерно треть кислорода используют. И в выдыхаемом воздухе остается только две трети. Треть усвоена и пошла на пользу тела для получения энергии. И только у одной группы дыхательная система работает лучше. Это птицы. Легкая птица использует две трети. Оставляя только треть. А сколько раз эффективнее дыхалку у птиц? Вдвое. Вдвое. Вдвое более эффективное дыхание, чем у всех млекопитающих.